В нескольких комментариях к предыдущему видео опросу по разным районам города бельчане настоятельно просили нас посетить улицу Николая Йорги. Сегодня мы отправились сюда для того, чтобы узнать, с какими проблемами ежедневно сталкиваются жители и как оценивают инфраструктуру дворов. Скажите, что проблемы есть на улице Николая Йорга? В первую очередь это дорога. Это дорога. Остальное более так. Весь скамейки уже сломали все. Что еще могу сказать? Вот у вас ребенок. Как бы вы оценили детские площадки? Можно было и получше. По сравнению с Германией. Потому что так оно. И там побыли, и разница есть. А проблемы бродячих собак есть здесь? Есть тут. Есть. Есть. Раньше более злые были. Сейчас сильно не обратил внимания, но все равно лают. Желательно их подальше от детей. Собаки за собаки. Ну, дороги есть еще. Не знаю, не могу сказать. Потому что я тут только вечером и утром хожу. Так, ну вот все равно видите. Ну вот, например, как бы вы оценили спортивные площадки от 1 до 10? Ну, могли бы идти получше. Потому что там, ну, дети не так часто выходят играть. Надо улучшить. Освещение. Как, на ваш взгляд, хорошее здесь? Ну, так. Да. Ну, везде есть плюсы и минусы. А из плюсов что, например? Ну, тут этих районов. Ну, вполне нормально. Я здесь не живу, я не местный, поэтому я вам не могу сказать. Но вы часто бываете в этом районе? Я? Я здесь 9 лет не был. Первый раз приехал за 9 лет. Может, у вас какие-то ассоциации изменилось? Что-то за 9 лет стало лучше, хуже. Осталось на том же уровне. Осталось на том же уровне. Я могу сказать только, что открылись какие-то новые кафе, бары. А так все, как было, так и осталось. И на ваш взгляд, это не очень хорошо, наверное? Я считаю, это большое упущение местных властей. Дорога. Вы видите? Вы видите, что это дорога? Да. В первую очередь, чтобы сделали дорогу. Я вас очень прошу. Он нам обещал, еще тот, другой примарь обещал, уже 5 лет обещает, и никак не сделает дорогу. Это самое главное, чтобы сделали дорогу. Уже совесть, сколько же можно, сколько мы живем с такой дорогой. Вот это самая основная проблема у нас. Так, а помимо этого, что еще улучшить? Если вот прям вот браться за близлежащие дворы, что еще нужно? Ну, что еще? ЖЭК плохо работает, подвал не чистит. Если бы вы видели, что у нас делается в подвале, а не дай бог какая-то бомбежка, мы даже не можем зайти туда. Там по колено грязи, воды, и все. Очень-очень просим нашего ЖЭК, чтобы пришел, мы платим ЖЭК за квартиру постоянно. Это ужасно. Подвал никакой. Никакой подвал. Чтобы сделали подвал нам, пришли и почистили подвал. Может быть, с вашей помощью, может быть, они все-таки, Николай, Йорга, 18, чтобы пришли и сделали нам подвал. Проблем очень много. Ну, насчет уборки, насчет сухо сейчас. Ну, что еще говорить о чем-то. Вот есть ли, например, проблема брадячих собак? Много ли их здесь? Да, бегают. Но я живу на пятом этаже, поэтому только слышу вечером. И так? Показание, нестиординия, практически неupportwal. Очень много минусы. Первое, раз ужин и попутывает. Существует много люди, которые ним скорости, насчет нести, в тупой был. Далее 1-10. 4-5 смысл. Улучшить двор, почистить вокруг деревья, кустарники и дорогу делать. И знаете, что я бы попросила? Вот скамеечки. Обязательно. Вот сидит старичок на скамеечке, и там ему неудобно, знаете, еще при советской власти эти скамейки сделаны. Пожалуйста, делайте такое доброе дело. Много надо делать нашему двору. Хотя бы, знаете как, хотя бы вот это, что внешний вид. Приезжают люди к нам. Вот сейчас даже с Украины, может быть, у них лучше дворы. И вот сели там на площадке, вот там, где дети играются. Песочка нету для детей. Вот это. Если вот самые большие проблемы, вот эти скамеечки делайте нам обязательно. Вот тут в этом или люди сложились, вот в этом доме, в 18-м. А вот в этом доме, в 16-м, желательно, чтобы улучшить нашу жизнь, наши проблемы. Хотя бы так. Знаете, когда выходишь на улицы и видишь чистота, красота, даже на душе тяжело, какая жизнь наша. А когда видишь, что так хорошо, чисто, убрано, радостно на душе. Сегодня мы узнали о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются жители в районе улицы Йорги. И узнали предпочтения и пожелания бельчан по улучшению их дворов. Ну а вы подписывайтесь на нас, ставьте лайки и пишите в комментариях, на какую улицу приехать в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok